Всем привет! Сегодня мы будем говорить еще про один механизм возврата и привлечения пользователей в мини-приложения. Счетчики и бейджи. Поговорим о правилах, как добавлять или удалять счетчик, как определить место запуска мини-приложения и логику работы бейджа New в каталоге. Счетчиками мы называем эти красные и не только области, где показывается количество непрочитанных уведомлений или других вещей внутри приложения для конкретного пользователя. Если приложение находится в каталоге или в избранном у пользователя, то счетчики видны даже в левом меню. А для раздела «Сервисы» количество счетчиков суммируется по всем приложениям из этого раздела. Счетчик сам по себе не подсчитывает уведомления, но дает возможность отобразить число, которое разработчик должен рассчитать самостоятельно. Обычно туда выводится количество непрочитанных уведомлений или количество новых заказов. Если вернуться к нашей схеме работы мини-приложения, то счетчик для пользователя выставляется при взаимодействии бэкэнда мини-приложения с API ВКонтакте. Такое взаимодействие мы обсуждали в уроке про уведомления, поэтому рекомендую его посмотреть первым. Если коротко, то нам для вызова API нужно получить сервисный ключ в административной панели и использовать его для авторизации в API ВКонтакте. Чтобы добавить пользователю счетчик, можно использовать параметр increment true, так как это позволит не хранить информацию о количестве уведомлений, а проинкрементировать его на нужное вам значение. Для работы с API ВКонтакте рекомендуется использовать vk.php.sdk. Вызов выглядит на нем так. API метод Secure SetCounter умеет в одном запросе обрабатывать до 200 операций установки счетчика. Рекомендую пользоваться этим, чтобы приложение работало быстрее и не сталкивалось с проблемой большого количества запросов к API ВКонтакте. Очень рекомендую изучить урок по эффективному взаимодействию с API ВКонтакте. Удаление счетчика возможно из кода, либо через отключение всех счетчиков от мини-приложения. Запуск мини-приложения возможен из разных мест. Стена, каталог мини-приложения, личные сообщения. Для оптимизации точек входа мы можем опираться на параметр запуска vk.ref, который сообщает нам о месте, откуда было запущено приложение. Например, vk.ref.catalog.withupdates обозначает запуск приложения из блока с обновлениями в каталоге. Это знание можно и нужно использовать для построения своей аналитики или для показа пользователя, какие именно уведомления пришли. Точек входа много. vk.ref.catalog.withupdates используется как пример. Bage New имеет ряд ограничений, но привлекает внимание к новым мини-приложениям в каталоге. Он отображается на иконке мини-приложения, если оно не в секции «Новое». Для нее подсвечивать все новое бессмысленно. Программно отключить или включить бейдж нельзя. Итого мы успели изучить, как работать со счетчиками уведомлений мини-приложений. Познакомились с Bage New в каталоге. До встречи на следующем уроке по эффективному взаимодействию с API ВКонтакте. Продолжение следует...